Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайся, если ты еще этого не сделал, там прям самая актуалочка. Сразу, как говорится, по делу. Сегодня будет интереснейший выпуск, и он будет очень и очень актуален тем, кто соберется приехать в Сочи этим летом, либо даже на майске, неважно. Сегодня в выпуске я покажу все пляжи Олимпийского парка. Дойдем с вами, постараемся дойти до границы с Абхазией. Единственное, что здесь не будет одного пляжа, это крылья Балтики, потому что он труднодоступный. Это наш только козырек, где мы очень любим отдыхать, потому что он самый дешевый, и там всегда малолюдно, потому что он труднодоступный. Мы сегодня пройдемся по всем пляжам Олимпийского пляжа. Дело в том, что Олимпийский пляж, он очень большой, и он делится на разные пляжи. Покажу, как здесь продолжают готовиться к сезону, кто не успевает, значит, к открытию 1 мая. Они откроются 1 июня, либо в течение мая. И также покажу, сколько тут людей. Просто капец. 1 мая началось. У нас наконец-то такая шикарная погода. Сегодня как бы официальное открытие многих пляжей на всем побережье Сочи. Я слышал, и в Крыму открывается. Короче, не будем тянуть, давайте начинать. Ставьте лайк и погнали. Итак, ребята, сейчас мы с вами находимся на нашем любимом месте. Вот то, что вы видели в самом начале выпуска, это вот этот пирс. Здесь когда-то раньше вот тут был пляж Пирс, сейчас его нету, там заварили забором, а за пирсом находится пляж Розахутер. Здесь ничего не делается, и я думаю, что делаться не будут. Так и останутся булыжники. Почему мы не начали прямо оттуда оттуда? Там нечего смотреть, там вот такие булыжники, а где-то горы. Посмотрите выпуски, я об этом очень много показывал и рассказывал, что там за обстановка. Там купаться невозможно. Кто там снимает апарты в Эмеритинке, либо Эмеритинский курорт, либо Олимпийская деревня, то, конечно, будет вам очень проблематично гонять на пляже. Также в выпуске не будет пляж Сочфоне. О нем сделаем попозже подробный выпуск. Смотрите, какая галька. Свежезавезенная. Здесь за вот этим бетоном идет грандиозная стройка. Почему здесь еще так много людей? Потому что из-за грандиозной стройки, вот они все краны, напротив отеля Богатырь Сочи парка. Вот ресторан Боха, там был раньше туристический проход. Сейчас все закрыто, не работает ни одно заведение, представляете? Соответственно, туристический поток здесь просто обрубился. Но то, что я покажу вам дальше, вон там, на тех пляжах, вы просто обалдеете. Итак, я начал говорить про пляж Пирс. Раньше вот он был и здесь было всегда классно, потому что здесь было очень малолюдно. И сейчас здесь малолюдно. Поэтому, ребята, кто хочет уединение, да, но опять-таки быть всегда в центре, я так сказать, всех событий, да, то есть чуть-чуть прошел, и там вся движуха. Вы можете просто брать, передвигаться на этот пляж, либо пройтись пешком, либо где-то там оставлять машину в объезде всех Олимпийского парка. Потому что раньше здесь прям была парковка, мы прям чикс и все. Сейчас из застройки все закрылось. Вот такая обстановка. Море Штиль. Единственное, что грязное. Давайте подойдем. Видите? Плавы. Давайте воду потрогаем. Слушайте, ну теплеет. Вот вчера даже она была. Ой, какой прям жир, как будто бы. Да, не. Что-то как-то тут не очень. Ладно, давайте с вами отправляться. Здесь, значит, вот с того туристического прохода, да, то, что я вам показывал. Был вход на пляж. Его сейчас огородили. Завезли опять вот эту вот ужасную стрёмную гальку. По ней ходить, ну просто жесть. Видите? Песок, она очень грязная. Дождей вроде пока не будет, поэтому кто сюда придет, будьте готовы, будете грязные. Проходят здесь работы. Они пока вот так вот все отцепили. Видите? И пока все будет в таком состоянии. Я все нюхаю руку, потому что она прям, вот я в море ее засунул, какая-то жирная. Но ничего не пахнет. Кстати, меня очень многие спрашивают про недвижку, как сейчас дела там с недвижкой. Говорят, что цены не подняли. Ребята, их не подняли. Они вообще взлетели до небес. То есть вы, если хотите приехать сейчас вообще в долгую, то примерно у вас будет вот такой, вот такой, вот такой, вот такой вот. Примерно такой формат цен. Можно найти дешевле, да? Можно найти за 70, можно найти за 80, за 60, если очень хорошо постараться. Можно. Но не факт. Пользуйтесь букингом. Это, в принципе, наверное, лучшее решение. Либо там Airbnb. Там смотрите, там не попадетесь на мошенников и в случае чего-то можно всегда вернуть деньги. Это такой вот из лайфхаков, что касается недвижимости. Может быть, вам будет полезно. Давайте дальше продолжать смотреть. Сегодня очень располагает море. Взять доску. Взять сапборд. Можно даже без гидрокостюма. Потому что море хоть и холодное, но в целом, в целом, даже если упадешь, солнышко тебя согреет. По расценкам. Доска стоит 500 рублей. Костюм стоит 500 рублей. Это все на час. И еще можно у них взять сумку такую непромокаемую. 10 рублей она стоит тоже час. Как берутся, как инструктаж, что как. Короче, кто вообще ни разу не брал доски, вам будет очень полезно посмотреть мое видео вот это. Гляньте, ссылочка тоже будет в описании под этим видеороликом. Очень жарко. 23 где-то сейчас у нас пишет по погоде. Но на солнышке, конечно, однозначно гораздо-гораздо жарче. Смотрите, набережная. Вот так выставлены очень аккуратно. Как они? Самокатный шеринг. Кстати, тоже, кого интересует самокатный шеринг, посмотрите. Я тоже показывал видео. Брал здесь, катался по набережной, показал, как работает приложение. И показал, сколько нам обошлась поездка по набережной. Вы можете пока посмотреть и сказать, да что так людей-то в принципе не особо много. Да, не особо, потому что здесь часть единственная выходит от Сириуса. То есть здесь по Олимпийкам можно понять, что это какие-то ребята, видимо, по спорту. Ну, короче, лагерь какой-то, назовем это так. Там дальше вы уже можете наблюдать картину. Там просто капец, там просто капец. Поэтому не переключайтесь, обязательно досмотрите данный выпуск до конца. Первое мая, ребята, первое мая. Посмотрите, что творится. Вот так вот трактор интересно заезжает на набережную, видите? Молодец. Внедорожник. Вот этот пляж, он, значит, называется «Сочи Парк Отель», от «Сочи Парк Отель». То есть, кто останавливается здесь, для вас будут явно выделены места, лежачки. И вот как раз даже ребята уже переоделись в красную форму с надписью «Спасатель». Устанавливают, закапывают зонтики. То есть, здесь не будет теневого навеса, покажу его, вот, например, как на «Рэдис», а не на «Бридже». Но, в целом, есть теневая зона. Уже постелили настилы, поставили переодевалки, душевые кабины и завезли лежаки. Ну, и также они вот поставили бунгалы, которые вообще с сегодняшнего дня, по идее, должно уже все работать. Но, видите, пока не укладываются, потому что сначала ходил слух, что 1 мая начнется сезон. А в итоге потом резко взяли хлопцы и объявили, что так 1 мая сезон, и здесь началась такая суматоха. Все по-быстрому, по-быстрому начали готовиться. Есть техническая зона, то есть, сюда завезут всякие ватрушки. Квадрики, опять-таки, когда они это сделают, учитывая, что, вот, как бы, сегодняшний сезон открыт. Ну, видимо, пока не про этот пляж. Ну, буйки установлены, много кто купается, но, в основном, пока люди загорают. Морюшко, я не знаю, наверное, градусов 15-16 сейчас. Вот они, бунгалы. То есть, видите, здесь вот эти ямки все вырыты, это все под зонты. Напомню, да, что Сочи парк-отель здесь будет отдыхать. Возможно, кто-то из вас и забронировал в этом месте. Идем дальше. И вот тут уже можно увидеть, сколько людей. Да, тут прям все, видите, прям такая уже обстановка многолюдная. Потому что тут на набережной уже начинаются такие проходы туристические на пляж с частного сектора. И, собственно, люди вот так и подваливают сюда. Да, очень много. Это не лето еще. 1 июня, конечно, здесь будет жесть. Я думаю, что завтра, послезавтра еще будет больше людей. Возможно, сегодня, просто сейчас. Время только 12 дней. Мы вчера сидели в 5 часов вечера, народу было еще больше. Ну, мы сидели на Магелане. Сейчас тоже дойдем и тоже посмотрим. Это тоже такой пляж пиковый достаточно. Да, все довольны. Все довольны, что вырвались на майские праздники сюда. Ну, а, конечно, кто привык отдыхать, там типа Турция, все включено. Ну, вы, конечно, вообще попутаете тут. У кого такая завышенная, так сказать, да? Сама оценка, да? Типа, а что это такое? Блин, ребята, вы реально попутаете здесь. Либо кто, вот как, например, мы привыкли отдыхать в таких тихеньких местах. Мы, в принципе, всегда в сезон и в Сочи находили такие места. И вообще, в принципе, на Черноморском берегу мы всегда находили такие места. В Крыму находили. Всегда в спокойствии отдыхаем. Тут нам, конечно, не по себе. Уговорю, вот мы вчера лежали, все там по голове уже ходят друг к другу люди. Это мощно. Так, вот это сейчас набережная. Возможно, вам видно. Тут есть... Лежит настил, постелили, да? Ну, правда, так не совсем ухоженно все это дело. Даже не вывезли до палки. Вон, видите, вот за лестницы лежат. После штормов, которые тут были. Не занимаются они этим местом. Видимо, не хотят. Это все продолжается, кстати, территория. Сочи парк-отель. Большая, да, зона? Вот. Мы сейчас пройдемся по всем пляжам. Да, вы в комментариях напишите, какой вам пляж больше всего понравился. На каком бы вы хотели отдохнуть и куда вы приедете. Пишите в комментариях. Интересно будет почитать ваше мнение. Для вас хожу, стараюсь, показываю, чтобы ваш отдых, когда вы сюда приедете, был максимально клевый за счет таких обзоров, где вы уже сможете четко для себя понять, где лучше снять, как лучше пройти, где поесть, где взять какой-нибудь лежачок, либо подушку. Кстати, по подушкам 200 рублей в час с человека пока ценники не поднимали. Ну, возможно, возможно, поднимут. Но это точно. Так, пока здесь не выставили, видите, еще лежаки, которые тоже можно будет брать в аренду. Ну, я думаю, да, вы все знаете. Такой отрезок набережной. Вот здесь, получается, везде вот эти туристические проходы идут, а там идет уже частная территория. Отели, гостевые дома и прочее. Ну, и здесь тоже народу чуть поменьше. Сейчас пойдем с вами в самый эпицентр к Рэдису. Ну что, ребята, мы немного прошли. Я пожаре устал идти, поэтому я думаю, что в конце выпуска мы обязательно с вами искупнемся. Потому что мне надо дойти туда до самого конца, потом идти обратно к своим на пляж Рэдису. Они не на Рэдису, они отдыхают. Надо досмотреть выпуск до конца. Я думаю, покупка все-таки в морюшке будет. Итак, мы сейчас уже с вами подошли к пляжу, который относится к вот этому замечательному ресторану Море Аморе. Здесь также есть прокат сапбордов. Мы именно тут брали вот под лесенкой. Вон ребята стоят разруливают. Ниже можно арендовать подушки. Завезли настилы. Значит, скоро здесь все утром будет. Единственное, что галька тут пока еще остается грязная. Потому что совсем недавно здесь пришлась техника. Все раскатала. И, видимо, как назло, дождей нету, чтобы она природной водой промылась. Так, ну и тут начинается уже пляж Рэдисон. Вот белые настилы впереди, это и есть пляж Рэдисон. И вот здесь как раз, вот здесь вот есть такая площадь. Такой очень мощный туристический проход, откуда люди все заходят, заходят. Из-за этого тут огромнейшее скопление людей. То есть вы даже посмотрите, это еще не июнь. Это только открытие сезона. Даже не купального, просто пляжного. Ну, людей очень-очень много. Посмотрите, они здесь сидят уже в 4 ряда. Я думаю, что мы сейчас многих раздражаем присутствием камерой. Ну ладно, нам же нужно обозреть и показать. Но по довольным лицам все понятно, что люди очень довольны. Особенно дитвора. Но наши дети недовольны, потому что они только то и дело спрашивают, почему мы живем в Сочи и до сих пор не купаемся. Почему мы живем на море и нам нельзя купаться. Учитывая, что прошлое лето мы провели в Крыму, жили только на берегу моря с палаточкой. Кстати, у нас есть гайд. Вот презентация. В 2019 году мы пропутешествовали весь Крым, снимая отели, гостевые дома, ну, в общем, недвижимость. В 2020 году мы пропутешествовали Крым путем бомжуя в Крыму. Мы путешествовали с палаткой. Вообще зашло. И вы знаете, Крым – это удивительное место, очень интересное. Но там есть и вопросы, и затыки, которые нам приходилось решать в 2019 году и в 2020. Так вот, мы написали свой собственный гайд авторский, который поможет вам пропутешествовать Крым с легкостью, с наслаждением. Вы кайфанете. Приобрести наш гайд можно очень просто, просто написав нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт, около 150 локаций. Путешествуйте. И, в общем, после такого отпуска, отдыха, путешествия, детям не объяснить, почему купаться нельзя. Их утро всегда начиналось с моря так же, как и наше. А тут вот… Нет, хоть, кстати, здесь мы тоже снимаем квартиру, нам до моря 5 минут. И вот Рэдисон, значит, такой уже, так сказать, официально не начался. Я не знаю, сколько еще времени потребуется прям все четко обустроить, но в целом, да, уже завезли лежаки. А лежаки, они, кстати, завезли здесь не такие, как везде, типа эти, белые пластиковые. Здесь очень они красивые, стильные, бело-голубенька все так смотрится. Сейчас поближе подойдем, я вам покажу. Видите, какая галька? Она очень сильно грязная. Капец. Вот, смотрите, вот такие вот лежаки вас ждут, кто отдыхает, конечно, в этом, в отеле. По-моему, на прокат здесь снять будет нельзя. Но, опять-таки, здесь ходить можно будет, покупать у них в баре, воспользоваться детской площадкой. Сейчас я ее покажу. Видите, какая гора просто, много чего навезли. Очень много всяких стульчиков. Ну и, соответственно, бунгало вдоль этого бетонного забора. А есть еще вот такие чуваут-зоны интересные они поставили. Эти полукруглые такие. Классные. А вот там вот бар будет. Короче, кто будет отдыхать в этих краях, я думаю, что будет прям вау. Еще на Reddit они классно, что они поставили вот такие зеленые. Типа траву, да, типа газон искусственный. Что для людей, ну, тоже класс. Это центральный вход будет. И здесь, скорее всего, тоже они сделают настилы. И прям к пляжу. Ну и для обычных людей, да, так сказать, кто не отдыхает в отеле, тоже есть достаточно количества песочка. Видите? Правда, ну, так себе, конечно, они все сделали, но в целом хватит. Вот она детская площадка, запоминайте. Пляж Рэдисон, кто с детками, welcome сюда. Самый бомбический пляж. Вообще эта концепция единственная была раньше с песочком. Сейчас мы чуть дальше пройдем, я покажу. Есть еще такой один пляж с песочком, поэтому кто остановится в той части Эмеретинки, то вам не обязательно будет идти в эту сторону, чтобы попасть на песок. Совсем не обязательно. Сейчас дойдем. Рэдисон, вот такая обстановка. Да, людей много, учитывая, что всего лишь 12 дней. Да, очень и очень много. Все чилип на песочках, кто-то взял уже в аренду подушечки. Вот тут они ждут прокат. Мне позвонили, попросили сейчас убрать машину. Видимо, сюда сейчас будет заезжать какая-то техника, чтобы улучшать. А я прям так подпер, короче, проезд. Парковок не хватает. Ладно, пойду уберу и будем продолжать. Так, я убрал машину. Двигаемся дальше. Хочу немножко показать об набережной. Смотрите, здесь открыли вот такой фонтанчик, уже запустили. Сейчас детей в море, наверное, нет. А вот фонтаном побегать... Да. Не знаю, когда откроется поющий фонтан. Он здесь вот находится за забором. Здесь обычно такие толпы людей собираются. Возможно, сегодня уже заиграет. А здесь вот дальше чуть Рэдисона получается. Вот Рэдисон. А здесь вот тоже сделали навесы. Не знаю, чей это пляж, но тут вот вообще вот так вот пусто. Вот мы, кстати, подошли к Чайхане. А вот тот самый манипулятор, из-за которого мне позвонили и сказали убрать машину. Здесь просто они обустраивают вход на пляж. Вот поставили вот эти деревья. И белая парковка. Здесь находится Арфа. Арфа-парк отели. Вот такая история. И пляж. Это вот их, видите, вывески с таким логотипом. Арфа-парк отель. Но пока все очень-очень спокойно. Ну что, мы с вами подошли к Магеллану. Пляж Магеллан. Ресторан Магеллана. Мы даем такое обозначение и пляжу. Двигаемся сейчас по набережной. Сейчас зайдем на пляж. Покажу там обстановку. Здесь вот такой туристический проход. Здесь есть сквер. И туда уходит Таврическая улица. Она очень сильно туристическая. Поэтому людей на этом пляже очень-очень много. Он, конечно, еще и узкий. Это его минус. Глядите, а? Так. А теперь пойдемте на пляж. Мы же что, делаем обзор получается, да? Значит, мы должны посмотреть все пляжи. Ну что, спускаемся. И вот вы можете посмотреть. Ну, очень мусорно, конечно, здесь. Как обычно. Настил. И вот такая вот история. Гляньте, сколько тут людей. Его большой минус, повторюсь, да? То, что он очень узкий. Относительно всем тем, где мы сейчас с вами ходили. Поэтому здесь летом особая движуха. Здесь еще проложен настил. Стоят бунгало и, наверное, их поставят. Вот здесь все готовят. Красят в белый цвет. Вот это, правда, я не знаю, зачем делают. Видимо, название пляжа здесь напишут. Ну, вот вроде как были... Вроде как бы 1 мая, а что-то еще... Видите, далеко не все открылось. Но людей очень много. Поставили новые душевые кабины, кстати. Просто душ. Отлично. Спасательную вышку. Так. Привезли уже лежаки, которые можно все скоро прям будет брать. В аренду установили зонтики. Вот они, кабинки, переодевация. Единственное, аккуратненько. Вот во многих местах вот эти еще штуки не закрыли. С детьми. Очень-очень аккуратно. И мы с вами сейчас уже подходим к пляжу Бридж. Я вам его хотел показать. Я про него говорил, что там песок. Песок! Это второй пляж, где песок. Смотрите. Они еще тут вот выкрасили вот эти металлические каркасы. На них будут установлены качельки. Вот по примеру, как вот девушка с ребенком катается. Знак спасателя. Висит здесь изновше. Посмотрите, как они молодцы сделали. Сделали зону для купания детей. Видите, огородили. Такая же штука будет установлена на розохутор. И все. Здесь вовсю уже, ну, если можно сказать, что все. Тут прям сезон в сезон. Единственное, что видите, они не покрасили вот свои будки. Вот эти. Наверное, покрасили. Еще лодку приготовили. Вот эти двора уже купаются в своей территории. А мы двигаемся дальше. Вот песок. Единственное, что пока еще никак не окультурили. Не успевают. И не успевают, потому что, говорю, уходил сначала вслух. Видимо, там все думали делать, не делать. В итоге все сделали. И никто не успевает. Вот так это все выглядит, ребята, 1 мая. Ну, по крайней мере, уже все. Быки есть. Люди купаются. Мы с вами обязательно все-таки скупнемся. Я очень устал пока еду. Очень прям спотел. Очень сильно жарко. Посмотрите дальше сколько людей. Тут получается граница пляжа Спорт-Ин. То есть Спорт-Ин начинается примерно от Магеллана. Вот мы его называем Магелланом. И все это, в принципе, граница Спорт-Ина. Так, здесь есть песочек, да? Можете с детками здесь отдыхать. Здесь прям такая нейтральная территория. Здесь людей мало. Видите, там очень много. Здесь мало. И там очень много. А вот отсюда уже начинается пляж Бридж. Просто здесь никаких нет проходов. Это, кстати, вот улица Цемлянская идет. Такой частный сектор. Вот. Навесы почти установили. Видимо, еще вешают лампочки, подключают электрику. Стоят уже кабинки. Прокат. Все, короче, все как обычно. Все как и везде. Пойдемте дальше. На пляже Бридж. Работа кипит. Посмотрите. Выставляют лежаки. Вот еще выгружают манипулятором. Несколько стопок лежаков. Да, здесь, кстати, видите, есть и другие. Другой формат лежачков. Такие более приятные. Но люди уже все берут, видимо, в аренду. Уже сдают. Спасатели в красных майках ходят с логотипом спасатель. А что творится там? Там начинается пляж Бархатные сезоны. Ну, пойдемте дальше в это. В это весело. Да, напомню, что сегодня официально пляжный сезон в Сочи открыт. Вот так вот в ряд стоят уже лежачки. Не знаю пока, как они доступны, недоступны. Возможно, только отдыхающим. А возможно, сегодня в первый день всем подряд. Ну что, вот мы с вами и подошли. Пляж Бархатные сезоны. Смотрите, его вот так вот окультурили. Поставили такую арку, да. Катамараны уже были. Здесь что-то установили, видимо. какая-то зона, куда можно сдать вещи. И вот, видите, здесь сколько людей. Здесь тоже такой большой туристический проход. Все приезжают, соответственно, с бархатных сезонов. С бриджа приходят. Уже все установлено. Палатки. Да, вот ложат, ребята, настилы. Коричневого цвета здесь все будет. Арки. Не знаю, пока это для чего. Кирилянь те. Сколько людей. Пишите в комментариях, кто уже отдыхает. Кто собирается приехать на днях. Пишите обязательно. Так, давайте попробуем здесь пройтись. Оп. Отлично. Ничего не шатается. Нормально укрепили. Такая большая спасательная вышка. Вот он, в принципе, центральный вход на этот пляж. Стоят скульптуры дельфинов. Лежачки. Прям все огненное. Так. Люди воспользуются, пока лежат на дорожке на этой. Да, обстановка, конечно, очень интересная. Вот они, теневые зоны. Здесь пока ничего не слит. Они даже, кстати, не закопали еще вот эту штуковину. Что вообще должны были сделать. Потому что с детворой это опасно. Там можно хвыркнуться. Надеюсь, в ближайшее время все исправят. И все сделают. В ближайшие дни. Здесь людей все поменьше и поменьше. Я всегда прооперюлю, что туда, в сторону Абхазии, людей будет меньше и меньше. Потому что идти по жаре не очень хочется. На набережной заработали кафешки, ресторанчики. Продолжают еще обустраивать. Еще не все готово. То есть, я так думаю, еще дня три-четыре нужно. Может быть пять. А может быть кому-то даже и месяц. Здесь, кстати, поставили вот такой купол. Здесь, видимо, будет какой-то ресторанчик. Чуть позже я вам покажу в следующих выпусках, что здесь будет. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления, чтобы не пропустить данного видео. Видите, ребята приехали отдыхать. Ух ты. Афалангисты. Дайвинг. Дайвинг, значит, заработал. Люди отдыхают. А пока еще работает трактор. Ведутся, ведутся еще работы. Плохую. Обожаю этот пляж. Тем, что он такой панорамный. Здесь открывается шикарный вид на горы Абхазии. Шапки еще снежные, но они очень быстро уже тают. Так. Здесь можно увидеть Сандрипш. Можно увидеть Гагру. Вон там дальше Пиксунда. А вон там вот дальше за несколькими заборами пляж Крылья Балтики, про который я говорил, что трудоступный. Его в этом выпуске не будет. Будет в другом. Там же покажем его и пляж Сачфони. А как сейчас там идет обстановка, на днях я показывал. Посмотрите выпуск. Вот так он выглядит. Это был поход в горы. И потом я спустился на этот пляж. Посмотрел, как там готовится. Видите, очень много настилов. Пока еще ничего не стелят. Не знаю почему. Я думаю, что в ближайшие дни все будет готово. Видите, все устанавливаются. Дрезей их натягивают. Это, запомните, это пляж Бархатный сезон. Он получается на Олимпийском пляже самый последний пляж. Пляж Бархатные сезоны. Ну что, ребята. Все, ради чего мы здесь сегодня собрались. Давайте купаться. У меня даже есть небольшая поддержка. Мужчина тоже купается. Мне не будет скучно. Медуз много. Смотрите, я вам покажу. Большие. Ну ладно. Быстро заходим. Быстро выходим. Я, главное, пока шел, светило солнце. Сюда подошел. И солнце куда-то делось. Так, ладно. Все. Ныряем. И выходим. Ну, слушайте. Прохладно. Еще холодно. Фух. Медузка. Еще видите, здесь очень много на этом пляже плавает палок. Фух. Ну, я очень устал идти. Очень-очень жарко. Давайте еще раз укунаемся. И все. И выходим. Давайте. Фух. Раз, два, три. Пошли. Ну что, ребята. Вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Прохладная вода. Поддерживайте выпуск лайком. Пишите свои комментарии. Самое главное, пишите, как вам пляж, какой вам понравился больше всего. Я с вами прощаюсь. Увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике. Я надеюсь, что с сегодняшнего дня мы будем каждый день купаться на разных пляжах и смотреть заходы и чистоту моря. Все. Всех обнял. Всем пока.